Откровение олигарха Анищенко Я хочу стать следующим президентом Украины Маркус Пелкинг, Маркус Такинберг Неоэснабручкер Зейтунг, Германия 4 июня 2018 года Неоэснабручкер Зейтунг, господин Анищенко Что из себя представляет ваша жизнь? Жизнь украинского олигарха, преследуемого на родине, живущего в эмиграции вблизи Барселоны и владеющего конно-спортивным клубом в Эмсланде Александра Анищенко Да, такое бывает К сожалению, я сейчас не могу сам управлять своим клубом в Херцлаке Я сделал огромную ошибку, пойдя 10 лет назад в политику Политика – грязное дело Сначала я хотел просто защитить свой бизнес Ведь если ты на Украине добился успеха, то правительство тут же захочет разделить его с тобой В результате мы сейчас имеем в лице Петра Порошенко президента, обещавшего множество реформ но ничего не сделавшего Напротив, Порошенко всех обманул и пытается обогатиться еще больше чем его предшественники Но вы же поддерживали его во время предвыборной кампании Верно Поэтому и он сам, да и его правительство горько меня разочаровали А раньше вам это ясно не было? Раньше я Порошенко хорошо не знал Кроме того, вначале он показывал всем, какой он умеренный, как жаждет реформ Этим он хотел убедить Запад в том, что он человек на своем месте Поэтому я помог ему перетянуть всю власть на свою сторону Когда же он ее получил, то понял, что больше его ничего не ограничивает И он стал избавляться от тех, кто его поддерживал или разрушать их финансово Но эта практика у Украины не в новинку Вспомните бывшего президента Виктора Януковича Да, но Янукович действовал другими методами Он давал крупным предпринимателям больше свободы Но требовал от них за это 50% прибыли Было такое правило 10% шли на оплату налогов Остаток делили пополам Такова была четкая договоренность в первые 4 года его президентства Но затем он стал требовать и доли в предприятиях Этого олигархи терпеть не захотели В результате это и привело к восстанию на Майдане в конце 2013 года Вы хотите сказать, что протесты на Майдане инициировали олигархи? Так оно и есть Конечно, недовольство было и у населения Потому что люди не видели четкой перспективы на будущее Янукович не подписал тогда соглашение об ассоциации с ЕС Которая сблизила бы Украину с Западом Тогда партии Юлия и Тимошенко, Виталия Кличко и Свобода организовали протесты Но именно мы, олигархи, привели все в движение своими деньгами А Запад, США или американский предприниматель Сорос тоже в этом участвовали? Нет Сорос попытался лишь несколько позже, когда Искра уже вылетела, поддержать одну из партий Денег тогда Запад не давал В принципе все оплатили четыре олигарха, и я в том числе Разве не студенческие протесты, которые Янукович хотел жестоко подавить Стали причиной того, что масса людей присоединились к протестам? Да, но и это было инсценировано и подготовлено некоторыми политологами в студенческой среде Все организовывалось из одного центра, иначе переворот совершить нельзя Каковы сейчас настроения на Украине? Согласно опросам, более 60% населения не поддерживают теперешнее правительство Порошенко, конечно, набрался опыта на Майдане и действует очень умно Но в принципе ситуация сейчас намного хуже, чем четыре года назад Людям в финансовом отношении приходится туго И они знают, что Порошенко – коррупционер Его имя всплыло и в панамских документах Верно Ему удалось взять под свой контроль и все крупные предприятия в стране Он добился банкротства 150 банков и прибрал к рукам их деньги Кроме того, Порошенко ведет изощренную игру, натравливая одного олигарха на другого Так, например, в начале года Дмитрий Фертаж заблокировал на Кипре около 800 миллионов долларов Рената Ахметова Официальный окружной суд Никози заморозил эти деньги Порошенко действует как когда-то Юлий Цезарь Он освобождается от конкурентов, побуждая их уничтожать самих себя Поэтому вы называете его диктатором Да Но еще и потому, что он теперь контролирует или запугивает СМИ Многие критически настроенные журналисты при Порошенко уже арестованы Некоторых заставили исчезнуть Тем не менее удивительно, что валюта и экономика все еще относительно стабильны Это результат программ помощи Международного валютного фонда, МВФ, так и есть Порошенко получает слишком много денег от Запада У Украины за последние годы накопилось долгов на 100 миллиардов долларов Но ведь деньги даются для осуществления реформ О которых только что говорил и председатель Бундестага Франк-Вальтерштейн-Майер Франк-Вальтерстейн-Мейер Во время своего визита Я думаю, Запад использует Порошенко только для войны с Россией на востоке Украины Иначе он бы уже наверняка сидел в тюрьме Только потому, что он готов продолжать игру и выступает против президента Владимира Путина Америка его не бросает Порошенко – марионетка Перед тем как был избран Дональд Трамп Он был однозначно за Хиллари Клинтон И Лары Члинтон Теперь же он поет другую песню Но Трамп ведет себя последовательно Он не хочет встречаться с Порошенко А какой может быть интерес у Запада раздувать конфликт в Донбассе До сих пор он был на пользу только России Запад, прежде всего США Хотят сохранять санкции против России Потому что Путин стал слишком сильным Это единственное средство воздействия, которое у них есть А вот европейцы охотно бы стали вновь сотрудничать с Россией Но они подчиняются Америке Германия только лишь из-за поставок газа сильно заинтересована в хороших отношениях с Путиным Вы все еще планируете выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года? Да Президентские выборы состоятся 31 марта, точно в мой 50-й день рождения Я хочу, чтобы меня выбрали президентом Почему? Украина заслуживает лучшего правительства За последние годы я набрался большого политического опыта Я намереваюсь стать президентом только на один срок, чтобы навести в стране порядок Я вообще за то, чтобы каждый президент оставался на своем посту только один срок Чтобы он в середине срока не думал о следующих выборах А решил бы свои задачи до конца Вас должны включить в список кандидатов Тут нет проблем Согласно украинскому закону, я должен быть зарегистрированным на Украине в течение 10 лет Но не обязан там жить Этот как раз мой случай У меня украинский паспорт Я там прописан вот уже 48 лет Притом 25 лет по одному и тому же адресу Я дольше живу на Украине, чем Порошенко, который приехал из Молдавии Может ли Порошенко лишить вас паспорта, если вы долгое время проживали за границей? Нет, это было бы незаконно Он не найдет для этого причины Вы хотите организовать свою предвыборную кампанию из-за миграции? У меня своя собственная партия, 5.10, которая все для меня организует Вы потому опубликовали книгу, в которой разоблачаете Порошенко как коррумпированного политика Чтобы потом самому вернуться в страну в качестве спасителя Да, именно таков мой план Книга уже пользуется огромным спросом на Украине Ее, правда, нельзя купить в магазинах Но зато в интернете она идет на расхват Один из самых богатых украинцев сфотографировался с моей книгой Олигарх Игорь Коломойский Он рекламирует меня, как и многие другие политики Получился своего рода флешмоб Если в конце вам все таки не удастся попасть в президентскую гонку Кого вы тогда поддержите? Я бы поддержал Юлию Тимошенко Я уже и раньше это делал В 2015 году она выиграла региональные выборы Тогда Порошенко понял, что у него есть крупный конкурент Прямо после этих выборов он стал меня преследовать юридическими средствами Вы будете финансировать свою предвыборную борьбу из собственных средств? Да, полностью И вас ни в чем упрекнуть Нет, я приобрел свои предприятия и управлял ими легально Только в политике я выполнял грязные поручения Но как раз такие методы я осуждаю теперь в моей книге С какой стратегией вы начнете предвыборную борьбу? Я бы сделал олигархом на Украине следующее предложение Если раньше вы были готовы платить 50% прямо в кассу Януковича То платите теперь 50% ваших прибыли государству и людям На инфраструктуру и социальные проекты Остаток вы можете вкладывать куда хотите Я дам гарантии экономической свободы Крупные предприниматели охотно на это пойдут Спецслужбы, таможню и финансовые органы Я посажу на цепь, чтобы они работали в рамках закона Они инсценировали и не придумывали уголовные дела Чтобы навредить бизнесменами Чтобы убедить народ Вам понадобятся также СМИ Я уже дал массу интервью на украинском телевидении Перед миллионами зрителей Долгое время я ждал подходящего момента Чтобы обратиться к общественности Я тайно записывал разговоры с Порошенко Собирал доказательства для обвинения его в коррупции И, наконец, написал книгу Которая вышла и на немецком языке И вдруг Национальное антикоррупционное бюро НАБУ Предлагает мне сделку Чтобы я больше публично не выступал против Порошенко И этот разговор я тоже записал Они предложили мне замолчать И тогда они якобы прекратят дело против меня Но теперь уже поздно Побороть коррупцию Возвратить чувство безопасности предпринимателям И дать импульс экономике Этого будет достаточно Это самое главное Экономика сейчас в плачевном состоянии Все крупные предприятия Например, химический завод в Одессе Не работают На экспорте на Украине ничего не делается У нас много угольных шахт на Донбассе Но мы покупаем уголь в Америке Это разве не безумие? Правительство США знает Что Порошенко, коррупционер ННО закрывает на это глаза Пока он сотрудничает с США Сегодня он подписывает Один миллиардный контракт О поставке угля Завтра еще один миллиардный контракт На закупку новых поездов Газ из России идет по нашим газопроводам в Словакию И там мы его покупаем по двойной цене Разве это не безумие? Но во время предвыборной кампании Вам придется заниматься также проблемами Донбасса и Крыма Каково ваше видение? Мое видение – это федерация Как в Германии Донбасс получит автономное правительство Которое многое сможет решать самостоятельно Но тем не менее регион останется в составе украинского государства Другими способами разобщенность в стране не преодолеть А что с Крымом? Я могу себе представить компромисс с Россией Крым останется русским Донбасс вернется назад в Украину Вы верите, что сможете привлечь этой идеи избирателей? Да Как нам вернуть Крым, если люди там этого не хотят? В Крыму живут в основном русские люди Думаю, нам на Украине нужно быть реалистами и смириться с тем, что Крым нас покинул надолго Но только не Донбасс Порошенко уже заявил, что недавно открытый Керченский мост понадобится русским для отступления Именно это я имею в виду Вместо того, чтобы стараться реализовать минские соглашения и покончить с распрями Порошенко все время подогревает конфликт и ругает Путина Нам нужно быть готовыми сесть с Путиным за стол переговоров и найти дипломатическое решение проблемы Иначе Украина не восстановит хороших отношений с Москвой Порошенко же не посылает своих собственных детей на войну А ведь уже сколько украинцев там погибли Все предприниматели теряют на этом Только Порошенко становится все богаче и богаче Как вообще президент может быть олигархом? В начале он же говорил, что оставит свой бизнес Но это была ложь Он как имел фабрику Рашин в России, так и сейчас имеет Он делает деньги на угольных шахтах Донбасса и в Крыму А в это время как пенсионеры получают в месяц 3000 гривен В пересчете 100 евро И из этих денег они должны платить за электричество и газ Вы можете себе представить, что в будущем между Украиной и Россией будут хорошие отношения Да, хотя бы потому что у нас общая культура и история 30% населения Украины, русские Мы всегда были одним народом, особенно после Второй мировой войны Как Россия может быть нашим врагом? А как раз это сейчас, стратегия украинского правительства Русские видят в нас братьев Многие украинские артисты выступают по российскому телевидению С другой стороны, если россияне хотят приехать на Украину, то они часами стоят на границе Многие украинцы уже эмигрировали, прежде всего, в Россию и Польшу Вы знакомы с Путиным лично? Нет Вы попытаетесь познакомиться с Путиным и Меркель, когда станете кандидатом в президенты? Нет Да и зачем мне это? Я сконцентрируюсь на своей программе и буду действовать просто и открыто Насколько это возможно